привет всем здравствуйте так мы потихонечку начинаем наш прямой эфир в котором будем проводить мастер-класс по дизайну вот я увидела сейчас потихонечку к нам начали подключаться люди всем здравствуйте не знаю что у нас с со звуком все ли нас слышно и видно к сожалению нету рядом помощника чтобы который сказал вот сердечки полетели я думаю наверное слышно видно dance правильно же так нужно выключить телефон чтобы мы с вами были таком режиме в котором нам надо было бы так ну что связь не потерялась с миром нет не потерялась все сердечки есть и так всем привет девчонки здравствуйте сегодня у нас четверг два часа дня и мы как обычно по встречаемся в прямом эфире значит с вами сегодня на связи ростов-на-дону значит меня зовут наталья как люгина и я работаю инструктором школе екатерины мирошниченко и поэтому делаем дизайн из материалов с помощью материалов ими значит которые выпускаются специально для мастеров и чтобы мастера допустим покупали материалы и не думали что делать конечно же помогаем подкидываем идеи скажем так да вот значит на самом деле как бы уже очень много всего было создано за эти года конечно же компания существует вы дай бог памяти я пришла уже 18 лет назад уже девчонки работали во всю катушку катерина и вера мирошниченко вот и конечно творческая голова екатерина николаевна не дает покоя никому очень всегда много придумывает дизайнов и очень столько разных техник было придумала за это время вот поэтому стараемся как бы когда выходят новые материалы предложить варианты дизайнов которые можно было бы замутить да с этими дебы с этими вариантами с этими материалами сегодня нам предложили тему цветочное облако цветочное облако понятно что ассоциируется она у каждого по-своему допустим да если говорить цветочное но что-то ближе к какому-то такому свадебному наверно маникюру до свадебному маникюру и сегодня я хочу вам представить буквально минимум материалов которые будем использовать в сегодняшнем мастер-классе это буквально вот гель-лак гель-лак номер 151 вот значит этот гель-лак значит натуральный цвет имеет да с мелким мелким мерцанием свадебный букет значит была такая коллекция свадебная вот и мне кажется самым популярным из всех 10 цветов которые вышли в свое время там перламутровый беленький розовенький сиреневый и так далее мне кажется это был самый-самый-самый популярный он до сих пор есть продажи его можно заказать вот в доступе свободном вот 151 гель-лак он как раз таки имеет такую вот значит цвет такой знаете вот это ну ближе к натуральному цвету да то есть как бы цвет такой натуральной базы может быть у кого-то база есть если нету то всегда можно воспользоваться и перекрыть ноготочки например именно например гель-лаком 151 да а вот и значит еще как бы к свадебным дизайном или каким-то цветочным таким облачным дизайном хорошо подойдет всем известная гелевая краска ну белый гель-лак конечно же белый лотос 001 белый гель-лак всех времен и народов до белый цвет вот но я думаю что многих мастеров это в закромах вот есть еще такой замечательный материал как альпийский снег я думаю что многие мастера все время покупали такой материал использовали что такое альпийский снег значит я понимаю что сейчас уже выросла новая как бы как это сказать новые мастера выросли до в маникюре которые например не особо коксаются гелевых красок а работает только с гель-лаками вот значит есть такие вот гелевые краски альпийский снег это материал который относится к гелевым краскам с липким слоем вот то есть как бы дисперсия есть единственно это нерастворимый материал этот в растворим этот материал просужим сушится в лампе и конечно же при коррекции просто нужно спилить поверхности и раньше пилили пилками сейчас пилит машинками вот фрезами вернее даже да вот поэтому как бы материал который высыхает очень быстро не имеет дисперсии ой простите дисперсионной пленкой да но она не такая жирная например липкая как у многих других материалов но и тем не менее не многих других гелевых красок но тем не менее гелевая краска альпийский снег я думаю знакомый материал очень многим мастерам а если вы не знакомы то это самый плотный белый цвет который только можно найти мне кажется и можно делать просто покрытия очень шикарно рисовать french значит некоторые нас теперь например мастера как бы инструктора я очень много раз видела в интернете значит такой информации что например если вы делаете укрепление базой вот то надо обязательно нарисовать french гель-лаком гель-лаком уже понимаем что это жидкий материал рисовать довольно-таки сложный получается довольно таки толстоватый слой так вот если взять гелевую краску немножко подмешать гель-лаком то материал станет намного плотнее и в один даже тонкий слой краска будет ложиться очень тонко вот здравствуйте таня спасибо большое что вот кто-то написал комментарий сразу так как-то это здравствуйте рады вас слышать и я вас рада тоже волгоград вот и так значит рассказываю что раньше были такие давно известные гелевые краски с липким слоем их покрывали на искусственные гелевые ногти акригелевые вы просите акриловые даже ногти а сейчас конечно больше все пользуются гель-лаком и почему-то очень многие мастера прям вот забыли что есть гелевые краски хотя на самом деле самые популярные краски гелевые если взять компанию то это конечно же был альпийский снег и черный тюльпан черный тюльпан эта герва краска на которую шикарно отпечаталась фольга вот значит и можно нарисовать любой элемент и отпечатать фольгу через минутку я всегда сушу черный тюльпан одну минутку на сегодня речь идет о белых белый конечно белых цветах поэтому есть значит альпийский снег и я даже взяла с собой значит каталог готовы в этот каталог продукции да и попыталась тут вот найти сейчас вам покажу гелевые краски их большое количество и кто не пробовал еще смотрите классный очень много катя своих эфира говорит про этот восстанавливающий бальзам действительно попробовала сама классно всякие мелкие ранки там и так далее очень классно как бы все это дело заживает очень быстро и кожа такая мягкая нежная ну классная штука это я просто пока бальзам это знаете на правах же реклама то что не туша реклама то что попробовала то и рассказываю так а сейчас я вам хочу просто про гелевые краски до напомнить о том что то есть такой материал и очень плотно ложится и в один тонкий слой и есть еще несколько вариантов разных оттенков раньше конечно гелевыми красками намного больше работали так 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 черный пески снег она все нашла гелевые краски если взять на в допустим наш каталог то вот как раз таки смотрите краски гелевые на самом деле их осталось не так много цветов но черный тюльпан черный тюльпан и альпийский снег вот они стоят во главе 5 миллилитров стоит 670 рублей 10 миллилитров 850 конечно выгоднее покупать в тюбике в тюбике в тюбике может меняться просто скажите само оформление как бы тюбика вот сейчас может быть черный тюбик но альпийский снег он всех времен гель всех времен и народов да можно смешивать кстати гель-лаки даже можно с гелевыми красками смешать и обязательно не обязательно то есть как бы гель-лак с гель-лаком а можно прямо смешивать гель-лак с гелевой краской покрывать на хорошо смоделированный ноготочек базой так ну гелевой краски сказал да в каталоге принципе даже им посвящена страничка а еще мы взяли сегодня в работу 151 гель-лак гель-лак такого натурального цвета искали раньше это была коллекция у нас свадебная и называется свадебный букет так он у нас остался да ой простите обручальное кольцо о боже мой я очень прошу прощение и почему-то меня никто не поправил здравствуйте так никто больше значит смотрите вот 151 гель-лак даже есть вот еще 15 миллилитров но вот не очень уверенно но 9 миллилитров точно есть значит очень красивый золотистым мерцанием он золотистым мерцанием я очень прошу прощения неправильное название сказала про свадьбе свадебной ассоциации в голове всякие разные да и я что-то тут прям про свадебный букет обручальное кольцо конечно же обручальное кольцо очень красиво смотрится и очень классно будем сейчас совмещать это с белым это может быть конечно же белый гель-лак но мы совместим с вами с с гелевой краской альпийский снег так значит ну что значит мы будем использовать еще я предлагаю конечно же взять серебряную серебряный лак вернее серебряный лак для стемпинга он у нас идет под номером 12 мы возьмем использовать будем пластины для стемпинга потому что это сейчас самое модное самое популярное среди всех мастеров и я считаю что можно подобрать любой узор вот у нас например есть вот такой вот вариант видите кружево и сейчас опять же открыл каталог чтобы вы не быть голословно и вдруг у вас нету и вы захотите приобрести чтобы я тогда сразу могла сказать какой номер по стены потому что конечно же я так вот не могу теперь уже если еще по год когда 1 2 3 пластины как-то запоминается а когда уже их выходит 16 17 уже не запоминается и так эта пластина номер вот начнем давайте вот этого кружева да видите тут вензель очки отсвечивает лампа вот так приподниму вензель очки вот такие вот всякие красивые веточки и так далее это получается у нас пластина номер 4 и называется кружева кружева то есть получается вот такие кружевной до варианты пластины для стемпинга так еще один вариант это получается у нас цветы и узоры номер 9 цветы и узоры раньше у нас опять же были слайдеры мы их называли на укрустом и значит прикрепляли на поверхность и потом сверху отрисовывали м-пастой но принципе можно и гелевой краской было отрисовать гель-лаком сложновато он тек так вот именно прикрепляли слайдер закрывали матовым или глянцевым топом и сверху рисовали гелевой краской без остаточной липкости так вот сейчас конечно же полностью эти слайдеры заменять практически одна пластина которую можно ставить отпечаток и значит потом отпечаток оставить да и закрыть топом и сверху мы здесь то что мы принципе сейчас и сделаем мы отпечатаем цветочки очень прикольно смотрится да говорим же про цветочные облако так и так это у нас получается очень классным цветы и узоры номер 9 можно еще использовать для таких дизайнов какую-нибудь цветочную тему почему бы и нет значит это у нас цветочный сад номер 12 здесь цветочки разные доведите цветочки веточки и так далее но в прямом эфире невозможно все показать поэтому и пожалуйста подобрала такие пластины которые ну реально могут можно использовать и в свадебных дизайнах в том числе и так пластина номер 4 кружева пластина номер 9 цветы и узоры и цветочный сад номер 12 да это у нас пластины для стены так уже сказала что возьму серебряный вот у нас нет достойного красивого золотого вот поэтому как бы мы конечно же заменим его с помощью золота мы можем отпечатать но золотым мы можем взять фольгу золото типа благородное золото вот цвет благородного золота а в качестве на что мы будем отпечатывать фольгу это конечно же мультипл мультипл дизинг да то есть как бы это такой гель на который хорошо отпечатывается фольга уже потиралась у меня крышечка значит это очень гистая такая консистенция геля нельзя снимать фольгу потому что может быстро заполимеризоваться под цветом желтым прям кажется так гель на который шикарно отпечатывается фольга его даже в рекламе позиционировали как гель-клей для фольги и можно использовать так как ассистенция не плывет не течет то как раз таки можно использовать для стемпинга и отпечатывать все рисунки фольгой которые вы захотите так ну что потихонечку будем двигаться значит мы сейчас прикрепим типсик и парочку вариантов конечно же сделаем да жалко что не слышно голосов с той стороны экрана потому что когда вот с кем-то еще разговариваешь как-то не знаю то ли на душе проще то ли легче так вроде как сам с собой для меня конечно а поговорить да хоть хотелось бы с кем-нибудь так ну что значит мы сейчас с вами покроем ноготочек давайте 151 гель-лаком до обручальное кольцо так и аккуратненько тоненьким слоем до тоненьким слоем можно взять и воспользоваться гель-лаком еще расскажу может быть камера конечно же сейчас не передаст вот эту вот красоту очень такое мелкое красивое мерцание перекрыли полностью ноготочек просушиваем в лампе просушка конечно должна быть не меньше 30 секунд как любой гель-лак должен сохнуть 30 секундочек так давайте мы прикрепим еще один типсик и точно так же перекроем полностью ногтевое ложе гель-лаком номер сто пятьдесят один с красивым внутренним мелким золотистым мерцанием наносим конечно же тонким слоем сейчас очень много возможностей у всех мастеров да можно под любой дизайн подобрать если нету цветного гель-лака какого-то определенного цвета можно взять цветную базу да если нету цветной базы и нету цвета сейчас очень много выходит цветных топов то есть сейчас настолько можно подстроиться под любой заказ и я считаю что самое лучшее время все говорят что не модно не модно дизайны делать выпускается очень много продукции значит она для кого-то нужна прошу прощения значит все равно кто-то востребованно раз фирмы производят материалы для дизайна все равно значит их кто-то покупает ну правильно же то есть как бы все равно что-то куда-то движется и как бы все равно клиенты заказывают как бы хоть пусть простые пусть на одном пальчике но дизайны все равно есть так ну что один вариант мы сделаем с вами давайте значит с тонировочкой да с тонировочкой я возьму альпийский снег у меня есть в тюбике давайте я из баночки даже не буду тюбик откроет конце концов баночку можно закрутить так альпийский снег сейчас я открою прошу прощения я думаю что ведь это я уже тут зубами практически открою значит я думаю что среди нас есть мастера те которых есть альпийский снег если таковых нету если такового нету в работе девчат на самом деле ничего страшного не произойдет можно конечно же воспользоваться белым гель-лаком да или там любым другим белым материалом который есть в наличии просто очень плотно краска ложится и получается очень быстро прикольные варианты так давайте мы сейчас с вами затемним например как затемним за высветлим высветлим конечно давайте кончик да как правило вот так вот альпийский снег поставлю с помощью аэропуфинга да то есть как бы можно вот и гелевую красочку использовать как раз таки альпийский снег и затонировать кончик но мы с вами вот нанесли спокойненько у меня есть просто кисточка под руками скажи что тебе 8 господи кисточка для градиента я поэтому возьму сейчас кисточку для градиента смочу ее в капельке какого-нибудь прозрачного топа лучше всего конечно кисточку перед началом работы смочить в капельке базы вытираем салфеточкой и теперь поехали аккуратно попрошу клиентку перевернуть пальчик и теперь аккуратненько гелевая краска на довольно таки плотный материал и я аккуратненько аккуратненько чтобы кончик остался по-прежнему беленький да и потихонечку так вот с продиранием практически выбелим кончик поднимаемся наверх можно еще чуть чуть повыше буквально ляп 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 можно даже немножечко небрежно и вернуться к цвету 151 я вот сейчас вот аккуратненько его сверху нанесу белый я даже не просушиваю и просто аккуратненько тонко-тонко-тонко плотно-плотно прикладывая кисточку протяну бежевенький вниз кончик беленьким останется но переход будет плавненьким как-то как таковой градиент получается да просто я на первый просушенный цвет нанесла потом беленький да чтобы затонировать кончик так все просушиваем в лампе 30 секундочек вот а можно естественно вспомнить о том что альпийский снег конечно же служит для рисования френча и мы возьмем с вами кисточку для френча это у меня кисточка номер шесть скошенный квадрат номер шесть есть у нас еще продажи кисточка номер 4 смысловую нагрузку несут себе абсолютно одинаковую вот как бы но есть как бы пальчики совсем худенькие маленькие с маленьким размерчиком длины там и так далее а есть как бы пошире ноготочки по длине и скажем так свободный край поэтому можно воспользоваться и четверка и шестерка я не буду сейчас особо это все дело говорить но на самом деле как бы мы в школе учим девчонок рисовать френч именно скошенным квадратом можете знаете как вот я прям вот сейчас как будто для новичков я обычно девчонкам говорю определяете шириной будущего френча и вот так вот центральную ось ноготочка вы же все видите вот и теперь аккуратненько делите вот эту допустим час на две части вот так и вы здесь вот на самом деле как бы такой самый простой способ как можно нарисовать френчик да если даже ну вот нету такой прям огромной практики скажем так и вы теперь аккуратно острый угол кисточки ставите к в росту а тупой угол кисточки ставите как раз таки на нижнюю линию отделяя как будто бы от линии одну четвертую часть с одной стороны и с другой стороны это так знаете вот прям вот экспресс вариант ведь в любом случае понятно что есть понятие конкурсного наращивания понятно что есть как бы критерии до конкурсного наращивания но есть еще понятие салонных ногтей поэтому клиент приходит и заказывает пошире френчик или поуже френчик правильно ну а если мы говорим в рамках нашей сегодняшней темы там типа свадебный букет свадебные дизайны цветочное облако и так далее ну конечно как вариант покрытия френч как незаменимая получается часть правильно я прошу прощения чуть-чуть от экрана сейчас вернусь потому что не очень удобно из-под телефона я прошу прощения волосок какой-то попал я не вижу так и так френч френч как вариант покрытия может быть полное покрытие может покрытие да там отступая от лунки там допустим есть вариант покрытия когда отступают вообще руфин да там обзывают покрытие есть вариант френч 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 и мы просушиваем 30 секунд не все-таки не дает покоя волосочек который у меня вот тут вот остался я сейчас поправлю да и все так все просушила так предлагаю здесь больше ничего не добавлять и мы с вами возьмем в работу как раз таки значит давайте наверное серебряную да можно например фольгу отпечатать я просто не боюсь что мы не успеем как бы много сделать поэтому даже не значит а разорваться давайте до серебром сделаем и так получается у нас мы с вами сделали взяли гель-лак в работу до серебро 12 и давайте возьмем какой-нибудь вариант кружева до кружева отказ кофемик красивыми вензеленками так что нам потребуется хорошенечко встряхнуть лак ничем перекрывать пластину не буду я вы знаете даже не буду вытирать липкий слой я буду прямо отпечатывать чтобы никаких не ли вне лишних слоев не добавлять ничего абсолютно просто фон просушила и на него отпечатала значит этот лак для стемпинга серебряного цвета сейчас мы аккуратненько быстренько на задний план да если мы говорим про свадебные какие-то варианты конечно добавляют золото серебро правильно же самый такой ходовой товар золото серебро так отпечатали все видно все хорошо набралось и теперь я аккуратненько отпечатали так видно да получается у нас такой натуральный цвет в переходящий плавно без без белый цвет и добавили немножечко серебришка так а этот вариант а этот вариант мы с вами девчат ничего наверно пока добавлять не будем я вам просто покажу как можно отпечатать цветы отпечатать на них фольгу а сверху еще им посты раскрасить и будет довольно таки симпатично смотреться хотя хотя можно конечно на задний план кухни быть пару веточек то отпечатать но это знаете всегда так вот того чуть-чуть того чуть чуть-чуть и что-то ты не знаешь чего еще ну да ладно давайте чуть-чуть вот сейчас знаете как это умная мысля приходит во время еды или во время того как ты начинаешь сильно сильно нервничать а это как раз таки со мной происходит во время прямых эфиров вот но я борюсь борюсь как выйти из зоны комфорта да вот я на самом деле выхожу из зоны комфорта и очень сильно переживаю так взяла лагат беленький для стемпинга здесь вот есть такие какие-то завитушечками завитушечками чтобы с не сильно много потому что когда много тоже нехорошо и когда начинают вот там писать ужасные комментарии где-нибудь на самом деле я согласна ведь кому-то нравится дизайн и кому-то не очень нравится вот и клиенты есть точно такие же да кому-то хорошо с дизайнами кому-то 300 лет они не нужны ну а мастер он должен конечно же скажите как он должен под любого под любого мастера подстроиться же правильно же так сейчас я вот пару завитушечек поставила так я еще хочу еще хочу я даже не вытирая не вытирая не вытирая вы сейчас еще разочек и отпечатаем еще разочек так буквально вот так невзначай наверху видно чуть-чуть приукрасили так и мы сейчас это все перекроем с вами топом без остаточной липкости я предлагаю сделать этот и классом потому что мы дальше продолжим работать вот поэтому перекрываем так хорошо ли видно девчонки видно не видно я что такое впечатление что все застыло у меня так топ теклас теклас это глянцевый топ без остаточной липкости перекрываем тонко-тонко-тонко перекрыли да все хорошо танюшка написала спасибо большое и просушиваем а тем временем здесь так если я уверена буду в своих силах вот прям вот на сто процентов то принципе я сейчас тоже не буду ничего вытирать возьму пластину что там у нас называется цветы и узоры и вот отсюда хочу взять цветочки такие видите на самом деле можно было бы нарисовать их на готовой поверхности от руки вот можно нарисовать было от руки я просто на секунду замолчала светлана спрашивает наталья добрый день а золотого лака для стемпинга нет нет к сожалению у нас нету есть только серебро в качестве золота мы отпечатываем золото на гель с хорошим липким слоем называется мультипл и вот я еще в свое время мне нравилось мультипли а девчонки технологи называют вообще мультик вот поэтому как бы гель на который хорошо отпечатывается золото и получается очень даже красиво даже красивее чем любая золотая краска для стемпинга чем любой золотой гель так но я предлагаю я говорю я вернусь тому что я могла бы допустим цветы на готовой поверхности нарисовать от руки но все-таки если я задам какую-то формочку цветочком да то есть как бы расставлю такие знаете как как шаблончики а потом уже сверху по готовой поверхности разрисую я думаю что будет совсем неплохо так ну и мне нужна чистая конечно же подушечка так ролик у меня тут где-то в кустах есть так есть и теперь быстро быстро для стемпинга и цветочки вот цветочек он не нужен просто вот как шаблон реально то есть как бы можно было бы конечно от руки но зато вот знаете как вот размер так цветочек видите набрала там вот видно не видно цветочек чуть-чуть даже без краешка ничего страшного так где я хочу поставить еще этот так наверху раз есть так давайте еще разочек не вытирая пластину добавляю сразу сверху вытираем лишнее у меня такая знатная до дисконт на этот карточка вот эти не очень хорошо я лучше промоет что-то как-то видимо знаете как всегда вот не с первой попытки надо раз и повторить так еще разочек не забываем очищать поехали так есть я прям так усердно его намазала для того чтобы уже точно наверняка все печаталась сильно не давила блин ну ты посмотри все равно одно и то же место быть без боит да хорошенечко промыть значит так сюда как пошел чтобы просто был шаблон так ну давайте сюда вниз еще разочек только конечно же не пойму но вытру еще разок обычно эта техника уже знаете как бы еще когда только начинала допустим там тренироваться до были моменты такие осечки да то сейчас то уж не должно быть ну мало ли ветер не с той стороны сегодня дует поэтому плохо отпечатывается так но я сильно не давлю убираю все лишнее легкий накат все равно вот один вот кусочек меня все равно не устраивает но я думаю ладно ничего страшного сейчас мы отпечатаем так все есть и чат закрываю глянцевым топом глянцевым ну потому что не знаю можно было бы конечно и матовым но покрою глянцем воспользуюсь тем же текласом хотя на самом деле можно использовать любой топ ультрашайн да или любой другой глянцевый топ которым вы работаете перекрываем и просушиваем белые цветочки конечно же вот может быть на камере не видны я конечно все их тут вижу сейчас я их аккуратненько сделаю слегка объемными на готовой поверхности теклас он пористый материал поэтому на нем хорошо стоит импаста и значит не не скалывается так если кто помнит я буквально нарисовала френч да и немножко отпечатала парочку вензелечков таких незатейливых а сейчас мне нужно обязательно я перекрыла топом теклас и сейчас и мне нужно будет забавить поверхность я поэтому буквально уйду с экрана на секундочку ну потому что не удобно из под теле ну ладно вот так сейчас не очень удобно потому что телефон закрывает еще и отваливается у клиентки ноготь от ногтевого ложа так отошла в сторону немножечко и забафила чтоб голова не закружилась у нас буквально бафиком вот тут вот сбоку немножечко поработала так все забафила поверхности конечно же обезжирила что поверхность была без пыли и вот теперь смотрите мы возьмем эти же допустим цветы и отпечатаем их с помощью помою и отпечатаем их с помощью геля на который шикарно отпечатывается фольга я уже показывала это мультипл да мультипл мультипл гель будем называть его клей гель на который шикарно отпечатывается фольга так он прозрачный естественно подушка готова до штампик готов для отпечатывания серьезного так и очень внимательно когда вы будете набирать гель из баночки сразу закрывайте фольгой не оставляйте открытым так ну и хорошенечко нанесли так конечно же лишнее все убираем подушка легкий накат но так с усилием конечно же да это все-таки гель не лак ну наверное на камере будет плохо видно но все набралось все замечательно так мне нужно конечно же убрать лишнее сейчас секундочку уберу в сторону так где у меня ролик лишнее убираю все что мне не нужно и отпечатываю цветочек отпечатали и поставили сушить лампу через сколько отпечатывается фольга на мультипл гель девчат я уже говорила что я пробовала и 5 секунд и 10 секунд она все все равно отпечатывается причем абсолютно одинаково так что через 30 секунд что через 20 секунд секунд секундочку я все-таки очень сильно сейчас попыталась отпечатать и переделаю сейчас еще разочек объясню почему потому что нужно взять чистенькую фольгу чтобы фольга было чисто из той стороны практически не использованная então вот взяла чистую сейчас возьмем чистенькую видите вот надо чтобы обязательно фольга фольга была чистая еще не использована и ни разу так сейчас секунду давайте это да это доделаем и потом вернемся все-таки к фольге так какую кисточку мы возьмем с вами для того чтобы подрисовать цветочки на готовой поверхности то есть у меня сейчас принципе готовая поверхность идеальное и тот самый скажите Идеальный мазутчик номер 0 Можно взять кисточку А можно взять КЗЛЕ1 Это кисточка, которая называется Лепесток-единичка И если посмотреть в каталоге То лепесток-единичка для жестовской росписи Вот И получается, что Она такая с плоским цоколем С плоским цоколем Вот И она уже сразу готова рисовать лепесточки Для лепесточков, конечно же, мы возьмем Эмпасту Эмпаста, гелевая краска без остаточной липкости Так, секундочку, где она у нас Есть эмпаста, гелевая краска без остаточной липкости В отличие от альпийского снега На эмпастах То, что без липкого слоя На них написано, что это эмпасты Вот альпийский снег, это гелевая краска С липким слоем А эмпаста, это гелевая краска без липкого слоя И всегда на баночках написано, что это эмпаста Гелевая краска без липкого слоя Так, и мы сейчас возьмем Отсюда капельку эмпастки беленькой я обычно так на пальчик и теперь мы аккуратненько так может быть я скорее всего думаю что камера не передает но мы сейчас аккуратненько отрисуем все лепесточки я просто цветочки отпечатала как шаблончик и теперь аккуратненько с краешку лепесточка стремлюсь кисточкой от краешка к центру от краешка к центру как будто бы снимая вот так как бы излишки импасты с кисточки каждый лепесточек состоит ну допустим пусть из двух мазочков раз-два видите получается такой уже становится видным белый цветочек вот ну я уже сказала можно конечно же от руки но есть вот шаблон с помощью которого у меня сейчас будут просто получаться одинаковые цветочки то есть размерах будет да как бы одинаковый форма будет естественно одинаковая так как я буду рисовать их по шаблону то есть я отпечатала и вот буду аккуратненько практически один в один повторять лепесточки которые стремятся к центру потом аккуратненько обозначу серединку цветочков так нажимаю поднимаю стараюсь как будто бы снимать излишки геля до кончика кисточки можно конечно же перевернуть клиентки пальчик дайны и так чтобы вам было удобно и все стремления ваши должны быть направлены к центру будущих цветочков к центру так и еще один я тут поставила даже тут не целый уже цветочка половинка его поэтому все очень быстро аккуратненько к центру к центру и вот получился чем не свадебный дизайн да у нас получился естественно цвет может быть и просто белым тогда может быть цветочки можно было немножко бы изменить в цвете там какого-нибудь цвета шампанского добавить да так и еще хорошо будет сюда добавить какие-нибудь в центре точечки маленькие небольшие и мы сейчас это сделаем с помощью кисточки 5 дробь 0 линеарная значит но у меня вот черная синтетика еще есть белая синтетика на самом деле смысловую нагрузку кисточки внесут себя совершенно одинаковые поэтому в принципе не важно самое главное чтоб есть было тоненькой так 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 серединочки серединочки мы рисовали импасты импасты это гелевая краска без остаточной липкости рисовали мы по готовой поверхности то есть естественно лепесточки остаются как бы слегка выпуклыми правильно в любой любой непонятной ситуации можно поставить несколько беленьких точечек никогда не не испортят картинку самое главное не переборщить так и просушиваем просушиваем и мы сейчас это типсик добавим сюда к нашим типсиком которые мы подготовили сегодня к прямому эфиру так я уже видно кто только подключился у нас получается с вами такое цветочное облако да что-то такое белое пушистое из цветочков вот и давайте мы сейчас вот я френч начала делать и уже перекрыла даже до френч перекрыла текласом и забафила поверхность чтобы ничего не прикреплялось поэтому сейчас вот мы с вами вытрем обезжиривателем поверхность который мы забафили только что бафиком и будем сюда сейчас цветы отпечатывать взяла пластину называется он у нас я уже говорила цветы и узоры мне тут нравится цветочки с пятью лепесточками круглые аккуратненькие маленькие такие красивенькие видите вот они да раньше у нас такие слайдеры даже были может у кого-то осталось можно как раз таки воспользоваться так ну что multiple гель так еще разочек секундочку кисточку можно использовать любую абсолютно я вот например тут для френча взяла кисть почему бы и нет так открываем баночку аккуратно берем капельку геля на который хорошо отпечатывается фольга так вот он цветочек наполняем да как бы его заполняем это все таки не лак он довольно таки густой поэтому заполнили хорошенечко даже где-то с усилием теперь карточка убираем да или там скрапер я на сто процентов уверена 99 процентов мастеров работают просто пластиковыми картами потому что лучше чем они у ничего так хорошо не убирает поверхность так обязательно конечно же должно быть совершенно чистое нажали набрали самое главное да убрать с со стажда со штампика да все что мне не нужно все отпечатываем давайте сначала один цветочек так по взрослому кто где он у нас вот он у нас 1 2 и просушили будем сушить буквально там 10-15 секундочек потому что фольга все равно хорошо отпечатывается чуть ниже вот сюда щас прикреплю для того чтобы может кто-то сфотографирует какие-то идеи или вспомнит просто техники эти так возвращаемся сюда отпечатываем фольгушечку просто видите он прозрачный и поэтому как бы плохо видно ну вот все теперь видно видите он золотой у меня хорошенечко отпечатали я предлагаю выше еще один то есть я сейчас буду тоже заполнять их им пасты но при этом оболочка будет оставаться золотой так ну что вытираем обязательно штампик там так теперь берем мультипл гель до этот клей гель до для отпечатывания фольги еще раз беру этот же цветочек кстати я еще не вытирала пластину увы дружу потом один раз и все так хорошенечко гель таким образом можно отпечатать принципе любой рисунок лишнее убрали нажали подняли так убрали из подушки все что вам не нужно это может быть ролик для чистки одежды это может быть скотч уберем все отсюда с экрана сейчас я его повернул мне нужно просто половиночка было чуть выше так просушим 10 15 конча с фольгушку отпечатаем перекроем топом и сверху уже им пасты доработаем наши цветы у них будет оболочка золотого цвета так отпечатываем фольгушку дело смотрите что фольга была чистенькая до для отпечатывания вот здесь у нас по и цветочка так все в принципе отпечатали так просушиваем и закрываем топом топом может быть матовый может быть глянцевый но не знаю мне кажется когда фольгу отпечатываешь матовый топ как-то не очень хорошо подойдет правда же видите вот они белые цветочки но при этом прорисовка такая получается золотая да на золотом фоне так закрываем давайте теклассом потому что почему теклассом потому что текласс пористый материал и на нем хорошо стоит м-паста вот например если перекрыть ультрашайном то он как бы как стекло до стеклянный поэтому как было с него может сколоться а теклассом пористый поэтому на нем будет хорошо стоять импаста поэтому перекроем теклассом а может кому-то нравится матовый да то есть как бы на вкус и цвет товарищей нет может быть пожалуйста просто фольгу шечка будет не так ярко смотреться она у нас и так тоненькая аккуратненькая просушиваем так и готовим опять же импасту кисточку которая у нас лепесточек единичка для жестовской росписи мне уже потёрлась краска видите козел е1 называется лепесток единичка для жестового так вот татьяна пишет нам так по поводу фольги я уже все сказала да светлана я надеюсь вы услышали до интересующие вас вопросы так а теперь что-то у нас она на прайме как держится импаста надо просто попробовать вот я думаю что в принципе должна нормально стоять у нас единственно стеклянный гель это вот именно ультрашайн до ультрашай на коту который как стекло вот поэтому думаю что в принципе должно быть нормально надо просто попробовать сделайте себе на одном пальчике походитесь неделечку посмотрите если пальчик на месте будет не отвалится вместе с праймом я думаю что все будет хорошо так им пас . и теперь уже по готовой поверхности я начинаю всегда от краешка лепесточка все движения кисточки всегда к центру стараюсь чтобы золотая оболочка осталась видно где-то будет видно где-то немножечко не будет ничего страшного они же у нас будут такие светленькие беленькие воздушные тем более на таком красивом фоне будут очень хорошо видны так один цветочек и 2 все движения кисточки от краешка лепесточка к центру от краешка лепесточка конечно я не спорю можно нарисовать от руки и ну просто так получается когда вы отпечатываете с помощью техники стемпинг у вас получается что размер форма лепестков да все идентично повторяется то есть такая получается более скажем четкая до работа то есть как бы видно будет что это по взрослому скажем так все нарисовано я бы знаете я уж пока болтала и не очень видно из-за я сейчас вот этот цветочек перерисую мне лучше я разверну типсу сейчас чтобы не было удобно то я получается подстроилась под клиентов в ущерб себе сейчас секундочку еще разочек вот здесь не сбоку не понравились лепесточки надеюсь видно на экране стараемся вот к центру центру вот так лучше к центру к центру и снизу вверх раз-два и еще один никогда не поздно добавить какие-нибудь вензель очки точечки правильно же так еще пока просушуем пасту так и мы с вами посмотрим что можно добавить в серединочке времечко у нас еще есть сейчас мы доделаем тогда серединочки конечно же добавим несколько точечек так у меня успел конечно за полимеризоваться гель на пальце так линеарная кисточка аккуратненько в центре вот там сквозь белую пасту по краешкам видно золотая вот эта оболочка так аккуратненько кстати то что мы вензеля отпечатывали на задний план до практически не видно но ничего страшного преследовали же цель какую облака правильно же цветочного рисовали им посты по готовой поверхности поэтому я сейчас беру им посту и вот кое-где границы между лепесточками несколько точечек я думаю что никогда не помешает можно даже дорисовать от руки какие-нибудь вензель очки тем более что вензель очки кстати можно провести какой-нибудь эфир про с вензель очками если под забылась так несколько точечек вот сюда так в принципе все все знаете а ну как держите меня семеро все цветочки мы добавили мы сейчас просушим добавим вот сюда к общему нашему списочку и еще разочек напомним друг дружке о том что мы сегодня посвятили время ну свадебным да можно сказать можно сказать и свадебным хотя на самом деле многие клиенты любят светлые какие-то оттенки бежевые оттенки покрывать ноготочки да не обязательно только на свадьбу делать такие моменты так круто светлана нам написала спасибо вам большое за вашу оценку девчат на самом деле мы попытались как бы сюда применить да и технику стемпинга и значит технику отпечатывания фольги на multiple гель и добавили рисунок видит цветочка потому что нас тема сегодня обязывала цветочное облако какое-то да и тире там свадебные дизайны вот значит вот так добавлю сюда может быть как раз таки кто-то сфотографирует какие-то идеи на самом деле все равно тут одно по одному не обязательно делать на всех пальцах да можно аккуратненько на одном причем с добавлением серебра и золото и это может быть совершенно разные материалы правильно же вот так ну что встретимся девчата с вами следующий четверг как всегда проведем мастер-класс на тему каких-нибудь несложных незамысловатых дизайнов добавим какие-то новые материалы или что-то от руки нарисуем вот и хотелось бы конечно всегда быть вам полезными всем удачи всем до встречи вот и побольше всем денежных клиентов до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok